Ребята, всем привет! Давно хотела найти игру с роллплеем и вот она, называется One State. Здесь мы с вами сможем почувствовать себя в роли полицейского, бандита и даже бизнесмена. Но мне больше по душе роль бродяги. Напишите в комментарии, кем вы хотите меня видеть. Ну а мы, давайте приступим к созданию персонажа. Для начала нам нужно с вами выбрать, за кого же мы будем играть. Ну вообще можно поиграть за мужчину, но я хочу быть милой разбойницей, поэтому выберу Женщину. Давайте-ка выберем. У нас есть три варианта. И мне, если честно, не нравится ни первый, ни последний, а вот эта вот женщина. Эта женщина-богиня, ёшкин ты кот, вот она мне нравится. Выбрать возраст персонажа. Мы с вами можем выбрать от 18 до 60 лет. То есть в 60 лет я буду выглядеть вот так вот, да? Ну давайте по приколу выберем 60 лет, почему бы и нет. После создания персонажа нас с вами встречают настройки графики. И выбор тут таки велик. Ну давайте, наверное, начнем с самых низких. И посмотрим, в чем разница между низкими и экстремальными настройками. Добро пожаловать в мир One State. Перед тем, как начать, ознакомься с коротким туториалом по игре. Есть две фракции. Полиция и банда. Я пока что склоняюсь больше к банде. Полное погружение. Роллплей-система. Мне уже не втерпешь с кем-нибудь пообщаться. Вот мы с вами появились в игре. И это самые низкие настройки, которые только были. Давайте-ка мы с вами поставим самые экстремальные настройки. Ничего себе, ну вы гляньте. Вот это, вот это уже выглядит круто. Ну что, ребята, давайте изучать. Тут вот справа сверху есть база знаний. Давайте мы сюда зайдем. И тут есть древо развития. Я так понимаю? Здесь нам будет рассказывать, что, куда и зачем нам надо. Тут у нас, смотрите, есть квесты. И есть какой-то Ральф, который даст нам пять квестов. За которые мы с вами получим, как я понимаю, водительские права, наверное. Деньги, опыт и кейсы. О, смотрите, мы с вами нашли Ральфа. Добро пожаловать в город ангелов. Место, где сбываются и рушатся мечты. Если хочешь чего-то здесь добиться, слушай дядю Ральфа. Окей, слушать дальше. Твой родственник когда-то помог мне избежать тюрьмы. За что я и мой зад всегда будем ему благодарны. Веселые были времена. Пришло время вернуть должок. Меня попросили помочь встать тебе на ноги. Делай все, что я скажу. И весь мир будет твоим. И первое, что ты сделаешь, это получишь права. Красивую жизнь не догонишь на своих двоих. Бегом в автошколу. Понял, дядь. А ты мне отметил, где находится автошкола? А, серьезно, она находится прямо там? Ну, слушайте, что меня радует, это то, что тут не нужно бегать 30 минут реального времени, чтобы добежать до квестиков. И тут есть нормальное обучение, что, куда и зачем мне надо. Автоинструктор. Советую серьезно отнестись к экзамену. Я уже устал от маньяков, что носятся как ненормальные. В городе и так полно сумасшедших. Садись в машину. Юшкин ты кот, завести. Тут есть целый функционал, чтобы завести тачку. Ой, а как мне ей управлять? Ё-моё, тут педали есть. И как мне этим управлять? Ёшкин ты кот. Короче, всё, я разобралась, как ездить. Теперь можем с вами с чистой совестью поехать. Надеюсь, меня никто тут не собьёт. Аккуратно, уезжаем. Хорошо. Вы хотите, чтобы я встала тут? Так, погодите, я что-то не поняла. А чё вот там вот? То есть тут кто-то во что-то врезался и разнёс полгорода? Ладненько, едем по навигатору. Навигатор нам говорит, нам сюда. Не, ну как бы, почему бы и не нарушил? Тихо, нормально, всё нормально. Сейчас я аккуратненько сюда подъеду. Опачки, отлично. Кстати, а чё я никого не вижу? Походу, пока что это обучение. Я вообще будто бы где-то на другой локации, чтобы меня никто не видел. Чтобы я никого не сбила и никто не мешал мне проходить обучение. Ну слушайте, у меня неплохо получается, ёшкин ты кот. Я же наехала на эту штуковину. Опа, отлично, едем дальше. Такой, как я, права не дать, это просто нарушение закона. Слушайте, знаете, что я вам скажу? Иметь машину не на автомате, это трэш. Потому что, вот смотрите, я переключаю передачи. И я даже слышу, как я их переключаю. Я могу разнести эту остановку? Ну-ка, чё, проверить? А, нет, остановка круче, чем моя тачка. Я закончила обучение, да, и смотрите, все люди появились. Что значит, что я была где-то на отдельной локации. Так скажем, чтобы никто не пострадал. Ну что ж, сдаем квести к Ральфу. Как быстро растут дети. Вы только посмотрите, моя крошка уже получила права. Молодец, возможно из тебя что-то и выйдет. Но это только начало твоего пути. Все, что ты хочешь получить, придется заслужить. Добро пожаловать в реальный мир. В твои годы я уже зарабатывал серьезные деньги с опасными ребятами. В мои годы мне 60 лет. Какие твои годы, малек? Мы с тобой отлично повеселимся. Тебя ждет много работенки. Забрать награду. Да ладно, мне уже дали новый уровень. И мне стали доступны новые активности. Шахта и служба доставки. Твою кукурузу, вот только гляньте. Это же офигенно. А сундуки ты мне дать не хочешь, дядя? Мне кажется, это несправедливо. А, погодите, я еще не все квесты выполнила. У него еще 4 квестика. И только потом мне дадут какие-то за это сундучки. И вы гляньте, у нас теперь есть паспорт и скутер, с помощью которого мы с вами можем быстро передвигаться по всей локации. А теперь у нас с вами пошел краткий гайд, как же нам спавнить свой транспорт. Погодите-ка, мне резко стало интересно, а есть ли у меня какие-нибудь кейсики? И да, у меня есть кейсы, которые я могу открыть бесплатно. Что я могу вообще из него выбить? Самые ценные награды в кейсе. Донатная валюта, какая-то корона, я еще не знаю, что это за корона и какие-то документы. Давайте-ка откроем. Надеюсь, мне выпадет что-нибудь ценное. А, нет, мне почти выпали какие-то документы, но мне выпал ремкомплект. Это для чего? Это если я сломаю свою бибику? А, вы гляньте, эти кейсы я могу открывать каждые 3 часа. И 10 штук всего, я могу их открыть, либо же 10 штук в день, в сутки. В общем, это мы с вами все еще изучим. Также у нас есть какие-то кейсы тюнинга. Что мы здесь можем получить? Не разбираюсь, какие-то детальки для бибики. Ну, давайте откроем. Интересно, а вот то, что я сейчас выбью, я могу это сразу засунуть в свою тачку? Хотя, погодите, у меня же нет тачки. У меня все, что есть от тачки, это колесо. Да, у меня еще нет машины, ее нужно приобрести. Какие-то еще топ-кейсы, малый топ-кейс. А что значит топ-кейс? Не понял. Слушайте, возможно, топ-кейс, это значит улучшение для мотоцикла, но это не точно. Не выпала какая-то деталька. А, это сцепление. У-ху, у меня теперь есть сцепление. Меня только что кто-то сбил, увидали? Прямо, прям по мне проехал. Слушай, я твой номер сфоткаю, я на тебя в полицию пожалую. Миша Ким, куда ты убежал, Миш? Миша, ты вообще совесть имей? Что делает этот человек? Он какой-то странный. Как тебе права дали? Будь у меня пистолет, я в тебя уж постреляла, жаль, мне нечем стрелять. Кстати, погодите-ка, мы же с вами можем задонатить. Короче, ребята, важная информация для вас. Если вы решили зайти сюда и поиграть со мной, то для вас есть... Твою, как у роза дай мне записать. Не киви ты вам. Итак, продолжаем. Если вы хотите поиграть со мной... Так что происходит, я не понимаю, на моих глазах сбили человека. Мне уж страшно тут стоять, жесть, что происходит. Короче, если вы хотите поиграть со мной, то для более легкого старта я вам дам купончик. Кликайте вот сюда вот. И пишите, фласка, за этот промокод вам выдадут 10 тысяч игровой валюты. Благодаря которой вам будет проще здесь освоиться. Ну, а я тем самым ввела свой промокодик, который мне дали для того, чтобы я вам показала донат-магазинчик. А перед тем, как мы с вами откроем кейсик, давайте изучим, что же в них внутри. Есть необычный кейс, в котором есть одежда, если я правильно понимаю. Две тачки, которые могут выпасть. Не, на самом деле здесь может выпасть вообще что угодно, но самое ценное... Это две каких-то машины и какие-то документы. Давайте попробуем открыть этот кейсик разочек. Мне дико интересно просто, что из него может выпасть. Да ладно, вы издеваетесь, почему мне падают одни ремкомплекты? Это, это трэш, вы что, серьезно? Понял, этот кейс какой-то неудачный. Смотрите, здесь есть редкий кейс, в котором мы можем выбить какие-то тачки поприкольней. А, вы гляньте, я даже могу посмотреть, что это за машина. Ёшкин ты кот, слушайте, она мне нравится. Репутация 9000. Интересно, на что влияет эта репутация? Ладненько, давайте-ка попробуем открыть этот кейсик. Только не ремкомплекты, я надеюсь, их тут вообще нет и маленькая вероятность того, что мне это выпадет. Ёшкин ты кот, мне выпала тачка. Мне выпала машина. Бомбер Е30. Ну, слушайте, неплохо. У нас во дворе парни на таких катаются. Вот, теперь я точно буду бандитом. Решено. А где я могу посмотреть свою тачку? О, боже мой, у меня есть машинка. У нее, кстати, 2800 репутация. Меня тут немного из игры выбило. Я заметила, здесь есть какой-то подарочек для меня. Давайте посмотрим, что здесь. Я получу теремкомплект, стейтбакс, купон редкого кейса. Я могу получить это бесплатно. В общем, меня заинтересовала эта акция, поэтому я решила вдонатить маленькую копеечку, чтобы получить тот бонус. И теперь мы с вами можем забрать подарочек. То есть, чтобы вы понимали, я задонатила 150 монеток и получила еще сверху всякой всячины общей ценностью в 429 донат валюты. Забрали мы с вами награду. 25 тысяч еще мы с вами получили. Я, конечно, не знаю, насколько это большая цифра, но тем не менее, для начала это очень хорошие деньги. Опа, на улице стемнело, пока мы с вами тут с донатом разбирались. Ой, вы посмотрите, у нас с вами есть купон на редкий кейс. Давайте-ка мы с вами откроем его. И если мне выпадет еще одна тачка, это будет вообще шикарно. Интересно, я могу ее продать? Мне выпал скин. И что мне с ним делать? Обменять на валюту за 150 тысяч. Или обменять на опыт. А я могу это оставить себе? То есть, мне нужно выбрать либо же опыт, либо же валюта. Давайте, наверное, возьмем валюту. Или опыт, или валюта, или опыт. Я не знаю, что круче. Давайте, окей, возьмем валюту. Не, ну слушайте, ну неплохо мы с вами таки нафармили денег. Вот вопрос только, что я могу купить на эти деньги? Я вам забыла показать самое основное. Это то, каким образом мы с вами можем добывать деньги. Смотрите, так как я только второй уровень, мне доступна служба доставки и шахта. Потом мы с вами на четвертом уровне можем пойти в бандиты. Да, я взяла монетки вместо опыта. Теперь до бандитов мне еще далеко. С пятого уровня нам будет доступна полиция, армия и стейт-такси. Я так понимаю, мы с вами сможем работать в такси, да? И в чем прикол, не знаю, но на шестом уровне у нас с вами откроется лесоруб. Хотя полиция, мне кажется, в разы круче, чем быть лесорубом. Но полиция на пятом уровне, а лесоруб на шестом. Что максимально странно. В общем, ребята, прежде чем мы с вами отправимся в увлекательное путешествие, я хочу немножко поменять своего персонажа. Ибо я тут увидела неподалеку магазин персонажей. Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Тут уже готовые аватары. Мило выглядит вот эта вот женщина, но она слишком старенькая. И не важно, что мне 60 лет. Ё-моё, вы посмотрите, какая гангстер-тянка у нас. Ёшкин, ты кот, мне нравится. Также у нас есть вот такая вот женщина. Ну, выглядит она довольно-таки дорого. И вот такая вот. Нет, девочка-год меня точно не интересует. Вот, вы посмотрите, это что за яси-мпай. Я хочу купить эту женщину. Она выглядит прекрасно. И знаете, в чём суть? Если кто-то решит проверить моё удостоверение, то там написано, что мне 60 лет. И знаете, вот этот вот персонаж, ну, никак не тянет на 60 лет. Я хочу её купить. Вот только проблема в том, что мне не хватает денег. Мне не хватает 570 тысяч. Это довольно-таки много, но это легко решается. Знаете, каким образом? Мы с вами заходим в магазинчик, переходим в конвертацию. И давайте попробуем вписать 570. Нам с вами дадут 570 тысяч. Всё, у нас 750 тысяч есть. Теперь я хочу купить эту кавайную девочку. Ну всё, покупаем. Боже ты мой, это просто... Это нечто. Мне нравится. Я такая милая девочка. Я чисто вот, знаете, японская школьница пришла в эту игру. Ёшкин ты кот. Давайте-ка мы с вами призовём нашу бибику. Твой транспорт отмечен на карте. Ё-моё, это что за красотка? Боже! Я аниме-школьница, и у меня вот такая вот бибика. Вот знаете, я тупо криминальная тяночка. Ну и чё ты встал возле моей тачки, дядь? Чё ты хочешь? Ну куда ты в мою машину, да моя бибика? Ну вот зачем ты это сделал? Я хочу съесть в свою тачку. Я в своей бибике, я тебя подвозить не собираюсь. Слушайте, я не знаю почему, но ко мне это, подсаживаются молодые люди. У меня тачка не едет. Погодите, может мне её завести надо? Эту же машину завести надо, капец. Окей, закрыть. Всё, мы её закрыли, чтобы к нам никто не сел. Также нам нужно фары вкал-выкал. Включить фары. И левый поворотник. Кого тут поворотники даже есть? Жесть! Завести. Опа, всё, я поехала. Милая няковаи-симпай поехала. Дядя, уйди! Взрыва, не бегай, не гонщик. Нет, слушайте, на самом деле приколюшка, приколюшка. Мне нравится. Знаете, вот я... Ничего, бывает. Вот знаете, вот самый прикол в том, что... Вот пока я врезалась в эту стенку, я уже забыла, что я хотела сказать. Куда я вообще еду? Погодите. Это, конечно, всё хорошо, но мне нужен какой-то квестик. Давайте мы с вами возьмём квестик. Отметить Ральфа на карте. Побежали. Поехали, вернее, к нашему Ральфу. Господи, да я вообще... Я нелегальный гонщик. Капец. Дядь, я чуть дядьку не сбила. Сейчас кого-то собью. Я не могу. Я гонщик. Боже, это... Это просто умора. Где мне тачку припарковать, чтобы её не спёрли? Вот тут припаркую. Всё, тихо, тормози. А когда ты вышла? Всё хорошо. Так, а как мне добежать? Всё, побежал. Побежал. Дядя, давай мне квест. Я надеюсь, её не сопрут. Тебе сегодня везёт. У тебя есть уникальная возможность спасти дядюшку Ральфа. Ааа, где тачка? Мою тачку? Где моя тачка? У меня тачку спёрли. А где машина? Эвакуация. Жесть, мне только что тачку спёрли. Погодите, я либо тупой, либо чё? Я не понял, где тачку. Ааа, я квест начала. А машину мою не угонят за это время? Короче, нам дали квестик. Надо кому-то помочь. Давайте-ка залезаем. Нам даже по квесту дают машину. Это же вообще офигенно. Я надеюсь, когда я сдам этот квест, моя машина останется на месте. Ибо если она на месте не останется, то это немножко недоработка. Ибо вот, как бы, я не знала, что её нужно заглушить. А я её не заглушила. А значит, в принципе, её могут, наверное, взломать. Куда? Нет! Давай, женщина-кошка! Нам нужно, нам нужно вперёд. Давай, вставай, залезай. Залезай в бибику. Вот. И не вылезай из неё больше. У меня просто была небольшая проблема. У меня на одну кнопочку было настроено вылезти из тачки. Поэтому у меня были небольшие проблемки. Вот. Ну, мы, в принципе, уже на место нашего назначения приехали. Опа, нам надо с другой тётенькой поговорить. Тихо. Выходим из тачки. Выходим. Её, по идее, пока мы в квестике, никто не должен у нас спереть. Побежали. Тётя, здравствуй. Куда? 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 Какой автопуть? Мне автопуть не нужен. Я так понимаю, у Ральфа в очередной раз не нашлось на меня времени. Хотя, возможно, это и к лучшему. Вчерашняя вечеринка была слишком хороша. Господи, моя глава. Тебе придётся съездить в салон за машиной без меня. Я собираюсь снимать новый контент для моего блога. Для этого мне нужна классная тачка. Подписчики будут в восторге. И чего ты ждёшь? Быстрее езжай в автосалон. Ральф уже обо всём договорился. Надеюсь, ты не облажаешься с таким простым делом. Вот это, конечно, у него подружка. Жесть, где машина? Мне уже другую бибику дали. Слушайте, а я такую себя хочу. А слушайте, ну неплохо выглядит. Мне нравится. А чё мне сюда её припарковали, если мне нужно, немного в другую сторону? На самом деле, очень прикольно то, что есть прям такие квестики, где даже сюжет прописан. Ё-моё. Правда, меня немного заносят на это ваши бибики. Это что такое-то? Это Мерседес. Или Бенвер. А, это Ауди. Или не Ауди. Ну, слушайте, мы почти доехали до этого автосалона. Резки. Чё-то какая-то плохая. Это бибика, её постоянно заносит. Мне такие не нравятся. Вот на моих жигулях меня не заносило. Так, куда мне? Погодите, а чё метко сюда, если сюда я заехать не могу? Я не понял. Чё за развод? А, так не сюда. А чё мне карта показывает, что мне не сюда? Дядя, привет. Привет, я пришла за тачкой. Там Ральф обо всём договорился. Мой друг Ральф сказал, что ты приедешь к Марка. Для Марка Ральф как брат. Значит, и ты мне брат. Брат. Мой брат Ральф знает толк в тачках, как и в женщинах. Ты только посмотри, какую красавицу он выбрал для своей красавицы. Бери ключи и наслаждайся поездкой. Но будь осторожней. Тачка не из дешёвых. У Марка только лучший товар. Вау, ё-моё, посмотрите, какую бибику он мне дал. Это что, это порш? Ну, слушайте, прикольно. Вот знаете, вот эта вот миленькая маленькая бибика. Правда, мне цвет её немножко не нравится. Но он идеально подходит для меня, маленькой школьницы. И чё, теперь нам нужно эту бибику отвезти обратно к этой женщине, да? Ё-моё, как несётся. Слушайте, если я буду тупо вперёд ехать, до скольки она может разогнаться? Интересно, я точно не врежу? Ну, жесть, чуть, короче, не влетела, но не влетела. И на том спасибо. А чё-то какие-то круголя мне говорят сделать. Я же могу просто-напросто поехать вот так вот. И свернуть вот здесь. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Немного, немного тачку повредила. Главное, Ральфу об этом ни слова. Ага, бибик прям сюда. И поехала дальше без меня. И так сойдёт. Господи, какая красотка. Бекки и Кристина сдохнут от зависти. Представляешь меня на этой тачке, рассекающей по ночному городу. Если жить, то только так. И да, спасибо за помощь. И не говори, пожалуйста, Ральфу о том, что я вчера была на вечеринке. Он у меня очень ревнилый. Чуть не забыла. Меня зовут Анна Рид. Думаю, мы ещё встретимся. Очень приятно было познакомиться. Нам с вами дали 950 рублей, что мне кажется максимально мало. То есть тачку они мне доверяют, а платят всего 950 рублей. Но зато нам с вами дали ключик от Кейсика. Давайте-ка с вами его откроем. Вы гляньте, в уникальных предложениях я могу себе купить тачку за 9000. Гелик, за 10 тысяч? Ё-моё, я взяла, но у меня столько денег нету. Хотя, гляньте, тут есть и Порш за 6. Но у меня нет таких денег, поэтому пойдёмте просто-напросто откроем кейсик. Она нам дала ключ от эпического кейса. Жесть, это же офигенно. Я надеюсь, мне даст что-нибудь крутое. Дай, пожалуйста, что-нибудь крутое. Дай мне Бибику, ещё одну Бибику. Да твою крозу, мне дали 3 короны. А что за 3 короны, не понял. Премиум аккаунт. Да в папу ваш премиум аккаунт, дайте мне Бибику. Ладно, хорошо, у меня есть премиум аккаунт. Что он мне даст? Корона над головой твоего персонажа. Бонус к зарплате на гражданских работах. Кстати, неплохо, 20%. Это прям хорошо. Бонус к лимиту очков работы. Что за очки работы, пока что не знаю. И у меня что-то кейсы ещё горят. Давайте с вами попробуем открыть какой-нибудь кейсик. Так как у меня 1600, давайте мы откроем один крутой кейс. И возможно мне даст Бибику. Там, кстати, есть Порш, я хочу Поршик. Нет, не давай мне скину мужчины этого. Окей, ладно, я надеюсь, он хотя бы дорогой. 75 тысяч? Вы серьёзно? Твою кукурузину? Нет, я не знаю. Блин, ну давайте возьмём деньги. Хотя, возможно, лучше было бы нам взять опыт. Я, честно, не знаю, что круче. Ну что, ребята, давайте на этом с вами будем прощаться. Мне игрушка понравилась. Ссылочку на игру, если что, вы можете найти в описании к этому видео. А также мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Ну а я с вами буду на этом прощаться. С вами была Флосочка. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok